Проекты решения будущей сессии городского совета сейчас проходят согласование в депутатских комиссиях. Как заявил председатель бюджетной комиссии Виктор Великий, уже полностью готовы к принятию корректировки городской казны. Также рассматривает проект повышения оплаты за содержание домов и придомовых территорий. В проекте решения одной из основных составляющих квартплаты, плату за содержание дома планируют повысить на 30%. Вместе с объективными причинами увеличения минимальной зарплаты и стоимости энергоносителей, депутатам приходится взвешенно оценивать и контраргументы. Высокая инфляция, заморозка уровня минимальных зарплаты пенсии до конца года, сокращение доходов работающих пенсионеров. Наступление на уровень жизни простого человека идет по всем фронтам. Кроме чистой и голой экономики, надо учитывать на самом деле уровень жизни жителей города. То положение, в которое они сегодня поставлены, в частности решениями правительства Верховной Рады. И я думаю, правильным будет найти некий компенсаторный механизм. Может быть даже это будут дополнительные объемы финансовой помощи на конкретные коммунальные предприятия. С 1 июня ожидают, согласно решению Верховной Рады, отмену льготного проезда для всех категорий. Запорож электротрансу при этом рассчитывать на дотации из городского бюджета на перевозку пенсионеров не придется. Единственный путь для развития коммунального транспорта, как альтернативы коммерческому, модернизация. Новые трамваи покупать вряд ли будут. Тут примером для всех является работа предприятия «Моторсич», которое уже более 15 трамваев за свои средства модернизировало по современнейшему проекту. Мы все ждем, что когда-нибудь другие крупные предприятия подключатся к этой программе, внесут свою лепту. Но пока «Моторсич» остается в одиночестве. Если суммы компенсации для КП основания окажутся адекватными прошлой помощи, вполне возможно, что дальнейшее повышение хотя бы тарифа на содержание дома на горожан взваливать не будут. А вот смогут ли депутаты горсовета поддержать такое решение вопроса, станет ясно уже на ближайшей сессии. Продолжение следует...